Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел такой замечательный сокровенный вопрос. Судя по всему, от молодого юноши. Батюшка, в пасхальную ночь наш священник после божественной литургии взял меня за руку и повел в алтарь. Благословил и сказал, что я теперь могу быть панамарем. И, обдумав, через несколько дней отказался, грех ли это. И как узнать, была ли это воля Божия, и не отвернется ли Господь после отказа служить в храме. Ведь я просто был не готов на такой серьезный шаг. К сожалению, не написано, как зовут автора вопроса, но вызывает, конечно, глубокое уважение. Такой подход. С другой стороны, друзья мои, бояшись со страха, и держим в небе страх. С одной стороны, конечно, служание в алтаре дивно и самим евангельским силам. Там присутствует Господь в святых дарах. Там благодать Духа Святого. Да, алтарь – особое место. Но во многих храмах мы видим место высоких иконостасов, за которым не видно ничего. Есть алтарные перегородки из металла или из дерева, невысокие, которые позволяют верующим видеть все, что происходит в алтаре, и соучаствовать в этом таинстве. Священник читает молитву слух. В многих храмах пение на клиросе, даже не пересекаясь с чтением этих молитв, священник читает молитвы хористического канона или молитву хирургимского пения. И только после того, как храм помолится вместе со священником, этими молитвами поют на клиросе положенные слова хирургимской песни или хористического канона. Так было всегда. Так было в Древней Церкви. И чуть позже, намного позже, алтарь стал местом особого присутствия Духа Святого, особого сакрального пространства, которое закрыто для профанов. Но литургия — это общее дело. И священник — это не какое-то особенное существо, на парашютах спущенное с небесы, для того, чтобы он в чистоте и святости совершал литургию. Он первый среди равных, Он возглавляет литургию. Мы одни из вас, а не какие-то особенные люди. А сами что мы? Безупречные? Да мы глиняные горшки все, поломанные, завеченные, склеенные, неудачные, кривые. Но вот через нас Господь Дух Святой передаёт. Благодать Духа Святого. И, друзья мои, вот если вы боитесь быть в алтаре, помогать священнику во время литургии, потому что вы недостойны, так и мы недостойны. И кто же тогда служить будет? А кто будет батюшке уголь разжигать? А кто кадила подавать? Кто туда ладом будет класть? Кто будет со свечой выходить? Кто будет аналой вынимать? Вытаскивать? Кто будет теплоту подогревать? Кто будет прибирать в алтаре, в конце концов? Нам нужны помощники. Мы как без рук, без молодых парней, которые имеют полное каноническое право зайти в алтарь ввиду своего мужеского пола. Ну, что у тебя в голове творится? Ну, пусть это будет мотивацией к тому, чтобы быть лучше и чище. До конца не получится. Все-таки тебе не 87 лет. Ты не бесстрастный человек. Ты не прожил в монастыре всю жизнь. Ты такой же, как и мы. Ну, пусть, повторюсь, это будет мотивация к исправлению жизни. Это нужное, хорошее дело. На самом деле сложное, непростое. И батюшка возмущаться будет периодически, что ты что-то не так сделал. И ошибок будете делать много. Ну, а куда же мы без вас? Нам нужны помощники. Поэтому приходите, не бойтесь. Вот ваша какая-то внутренняя нечистота, греховность не делает вас человеком, который Бог накажет за то, что ты в грехе пришел в алтарь. И, естественно, он не накажет, если ты отказался и все равно не хочешь помогать священнику. То есть это твое личное право. Так что здесь не надо ждать. Наказание. Ну, и не надо как-то излишне драматизировать ситуацию и излишне ее сакрализировать. Вот я вот, мол, такой недостойный, в алтаре быть не могу. Здоровую рассудительность сохраняйте, друзья мои. И не забывайте, что батюшкам помощь нужна. Если уж тебя попросил, то, наверное, если есть время и возможность, и хоть немножечко благоговения, то идите и помогайте. И поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!